Всем привет друзья, с вами Дапо и я хочу сразу вас предупредить, что данный ролик не является каким-то развлекательным контентом. Я записываю только потому, что сам попался вот на это мошенничество и хочу всех вас уберечь от опасности. Фраза учиться на чужих ошибках сейчас как никогда актуальна. И пожалуйста, досмотрите данный ролик до самого конца и внимательно меня слушайте, чтобы потом не совершить таких же ошибок, которые совершил я. А перед тем, как мы начнем данный ролик, дружище, я бы хотел тебе напомнить о том, что я играю на проекте Arizona Saint Rose. Если ты тоже хочешь играть со мной, то для тебя на сервере присутствует несколько сюрпризов. Но чтобы их получить, вам необходимо будет выполнить несколько действий. Первое, это при регистрации персонажа в окне, откуда вы нас узнали, выбрать вкладку от друзей. Далее, в появившемся окне, вам будет необходимо ввести мой никнейм, да, подоб, он будет находиться в описании, скопируйте его оттуда, чтобы не допустить ошибку. После успешного выбора скина, вам будет необходимо в игре достигнуть всего лишь 6 уровня. Некоторые мои подписчики делали это всего лишь за несколько дней, а при учете, что на сервере проходят частые бонусы, например, двойные респекты, вы сможете сделать это довольно быстро. Ну и самое главное, при достижении вами 6 уровня, пишите в чат ММ, выбирайте вкладку промокод и вводите мой промокод из описания. Хэштег Дапо. Именно он и выдаст вам бонус в размере 200 тысяч долларов на сервере, который вы сможете потратить куда захотите. Но также лично я сам часто буду многим раздавать деньги на сервере, но только если вы выполните все, что я сказал выше. Поэтому чем раньше вы это сделаете, тем легче вам будет участвовать в следующих конкурсах. Повторяюсь, мой ник при регистрации, 6 уровень и промокод с калявными бабками. Я надеюсь, ты все понял, дружище. Ну а теперь приступаем к ролику. Я знаю, что ты не накуриваешься, я знаю, но сегодня ты у меня улетишь. Итак, что же случилось, друзья? И как меня вообще взломали? Дело все в том, что в тот день, когда у меня на канале стукнуло 100 тысяч подписчиков, за что вам огромнейшее спасибо, но я вывожу отдельный ролик на эту тему. Так вот, в тот день я решил полностью отдохнуть. Я в принципе даже не ожидал, что у меня стукнуло 100 тысяч подписчиков именно в этот день. В общем-то, с утра я решил полностью отдохнуть от компьютера, от телефона, вообще от интернета. И я решил там погулять, там развлечься с чем-то. То есть, попросту себя развеять. Потому что постоянно сижу в ВК, и это очень отнимает много времени. Так вот, я проснулся, занялся своими делами и так далее. Весь день прошел прекрасно. И под конец дня, когда я пришел домой, я такой подумал, ладно, зайду за ПК, просто посмотрю, как дела на Аризоне. Зашел на свой аккаунт, там типа проверит, сколько там мне оплачет мой отель и так далее. И захожу, значит, за свой аккаунт и замечаю тот, что мне на него не зайти. А точнее, просто пишет, что на моем аккаунте уже кто-то играет. Я не понял, в чем прикол, как такое вообще возможно, потому что, блин, меня не могли никак взломать. Ведь у меня привязан гугл антификатор, защитный код, как это вообще возможно? Ну, то есть, я начал думать, как меня могли взломать. Стиллеры сразу исключено, потому что мало того, что у меня 99% моих скриптов, которые у меня вообще в игре есть, все они написаны мною лично, то есть, в них не может быть никаких стиллеров. А даже если что-то чужое и берут, то всегда проверяют либо через экзешник, либо у меня в игре, самое важное, встроен антистиллер. То есть, ну, у меня туда он вставлен, как бы, от Дарк Пикселя, и я его использую уже на протяжении, наверное, полугода, или сколько там он уже вышел, я не помню. В любом случае, я его использую, это очень важная штука, и как минимум, украсть аккаунт стиллером не могли. Я начинаю думать, где и как я мог попасться, чтобы меня взломали. Потом подумал, может быть, я в каком-нибудь ролике спалил свой пароль, начал пересматривать свои видео, ничего не нашел. И потом я решил такой, знаете, зайду-ка я, пожалуй, в личный кабинет на сайте Аризоны, посмотрю, как там дела, пытаюсь зайти, и мне писал какую-то ошибку, я такой думаю, что за бред, почему не зайти-то, ну, думаю, ладно, потом зайду. И все это я сделал, торопясь. То есть, я просто зашел в Яндекс, написал Arizona RP, выбрал сайт Аризоны, зашел, ну, и пытался залогиниться. И самая главная, блять, ошибка была в том, что каким-то непонятным образом в Яндексе сайт Аризоны настоящий ушел вниз, а какой-то фейковый копия сайта Аризоны вышла вверх. И когда я пытался ввести туда свои данные, я не заходил на сайт Аризоны. Я просто, блять, отправил злоумышленникам свои данные. И дело все в том, что на этот сайт я заходил множество раз. Много раз я пытался на него зайти, залогиниться, и помню, что это уже писал эти ошибки. Видимо, они наконец-таки чекнули логи, и увидели там мой логин и пароль. Потому что потом я с этого сайта вышел, и внизу увидел, что спрятался, сука, настоящий сайт, только чуть ниже. Я вообще офигел, почему? Как вообще возможно, чтобы на Яндексе официальный сайт Аризоны ушел вниз, а фейковый поднялся вверх? Конечно же, я зашел на настоящий сайт Аризоны, залогинился, все нормально зашло, в личный акомент, все дела, все хорошо. Я там поменял свой пароль, все сделал, перепривязал гугл-антификатор и вообще просто все сменил на нем. Зашел в игру, благополучно, ничего не пропало, ни денег, ничего, то есть слива аккаунта не было. Мне кажется, что в принципе это было невозможно, потому что максимум, что могли узнать злоумышленники, это просто пароль от моего аккаунта, а зайти на него бы не смогли, потому что нужен гугл-антификатор. Так вот, я все поменял и стал думать, блин, ведь это реально проблема, потому что если фейковый сайт Аризоны выпал в топы первее, чем оригинальный сайт, значит я не первый и далеко не последний, кого они наебут. Я, конечно, тогда не мог утверждать со стопроцентной вероятностью, что это реально фейковый сайт, может быть просто какой-то домен куплен у Аризоны, хрен знает. Но в общем, я зашел в переписку с менеджером Аризоны и спросил у него, если это сайт Аризоны, то что это такое? И менеджер Аризоны мне подтвердил мои догадки. То есть мало того, что они пиздят аккаунты, так еще и фейковый донат выставляют и воруют чужие деньги. То есть если вы заходили на этот сайт с надеждой задонатить бабки на свой аккаунт, то скорее всего вы их не задонатили, а просто отдали злоумышленникам. Потому что они выбились каким-то образом в топы Яндекса и спокойно рубят бабло за счет Аризоны. Ну и самое главное, конечно же, ведь не зря записывают ролик, потому что одно дело рассказать историю, а другое дело это всех вас обезопасить. Самое главное, это вам нужно знать, как пишется главный сайт Аризоны. Это arizona-rp.com, то есть не .ru, а .com. Запомните это, я в описании оставлю ссылку на официальный сайт Аризоны. Если хотите зайти на этот сайт и боитесь там заходить с Яндекс или откуда-то еще, подстрахуйте себя и зайдите с официальной группы Аризоны. В группе Аризоны всегда присутствует ссылка на официальный сайт и так далее, поэтому вы всегда сможете зайти и спокойно сделать все, что вам нужно, зайти в личный коммент и так далее, и так далее, и так далее. Ну а теперь я хочу предложить всем вам рассказать краткую инструкцию о том, как избавиться от этого фейкового сайта, чтобы он больше не попадался никому в Яндексе. Не дай бог он еще и в гугле выпадает, поэтому выполняйте все действия, которые я вам сегодня посоветую. Смотрите, заходите как всегда в Яндекс и пишите Arizona RP, да? Выбирайте, и как вы прекрасно видите, что фейковый сайт находится вверху, arizona-rp.ru, а настоящий сайт, где написано на чате игру, arizona-rp.com, он находится внизу. Я не знаю, честно, почему так. Так вот, как же избавиться от фейкового сайта? Не только для себя, а вообще для всех. Как вы видите, около arizona-rp.ru есть такая маленькая зелененькая стрелочка. Нажимаете на нее и нажимаете «пожаловаться». Дальше выскакивает окно, в котором вам необходимо выбрать. На этот результат это раз, а второе это поисковый спам, предпоследний пункт. А также можете добавить галочку на первое, это не соответствующий запросу, то есть, ну, не то, что нам нужно. И все, дальше нажимаете просто «пожаловаться», жалоба будет отправлена Яндексу, и чем больше людей пожалуются, тем скорее данный сайт уйдет из топов Яндекса, если вообще тут нафиг может быть уйдет, и благополучно вернется оригинальный сайт вверх, и все будет хорошо. И вообще, когда вы пишете «arizona-rp», если увидите какие-то фейковые сайты или вообще сайты левые какие-нибудь, там других серверов, сразу же жалуйтесь на них, и они уйдут из топов спокойно. А «arizona» благополучно выйдет в топы, чтобы когда люди искали именно «arizona», они и находили эту «arizona», а не фейковые сайты или левые какие-то сервера и так далее. Я очень надеюсь, что данная инструкция и вообще данный ролик был вам очень полезен, потому что я ради вас, так скажем, старался, совершил ошибку, и благо я не был взломан, но я более чем уверен, что я не первый, и возможно даже еще не последний, кого они обманут на донат или на взлом аккаунтов, но очень надеюсь, что вы сделаете все, что я вас попрошу, и избавимся вместе от этого вот злополучного сайта. И вообще таких на самом деле сайтов очень много, но это самый такой вот жесткий, который выбился в топы каким-то образом, поэтому его нужно поскорее уничтожить. Ну и в принципе все, я всем вам желаю не попадаться на разные мошенничества, быть осторожными со скриптами, со стиллерами и так далее, потому что это все очень опасно. Используйте антистиллер, он в моей сборке последний встроен, если что, самая последняя версия, так что спокойно используйте, и все будет хорошо. Не забывайте приходить, конечно, на Arizona St. Rose, очень надеюсь, что и ко мне придете, указывайте мой никнейм, мой промокод, достигайте 6 уровня, промокод, если что, вам деньги халявные до 200 тысяч, и совсем скоро я создам свою семью, и буду туда вас принимать, но, конечно же, если вы все выполните, то что я вас попрошу. На этом все, с вами был Дапа, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok